Я вчера записывал интервью с Николаем Валентиновичем Сегокиным, и после записи мы с ним уже пошли по улице прогуляться, я его проводил, и завели разговор о коронавирусе. И он сказал такую интересную фразу, без расшифровки, уже был автобус, он садился на него, он сказал, что коронавирус это эгрегориальная болезнь против паразитов. Ну, я потом уже в ватсапе задал вопросы, уточняющие, против каких паразитов он там, в общем-то, высказал свою мысль, и тут у меня сложился пазл. Я сегодня хочу сказать, что коронавирус это обстоятельство непреодолимой силы, или, говоря совершенно другим языком, операция прикрытия по оконтрапупиванию спекулянтов. В человеческом обществе есть разные способы стояния на земле, да, есть люди, которые что-то производят, есть люди, которые своим трудом создают добавочную стоимость, создают все те блага, которыми человечество пользуется, а есть люди, которые занимают паразитический способ стояния на земле. Это всевозможные спекулянты, всевозможные биржевые маклеры, то есть сами люди, которые ничего не производят, но создают инфраструктуру, в которой они являются незаменимыми. Но шутка ли, да? Все производители нефти, я имею в виду сырой, не сланцевой нефти, для них цена в 20 долларов, она в принципе вполне нормальная для того, чтобы процесс двигался. А цена нефти реальная на рынке еще плюс две эти цены, 60 долларов. И вот эти 40 долларов зарабатывают те люди, которые на самом деле для общества никакой роли не играют, они только раскачивают свою значимость, они создают иллюзию своей необходимости, они создают биржи, вот эту всю инфраструктуру, все это движение бумаг, сигналов, телефонных звонков, вот эта имитация бурной деятельности, без которой типа индустрия жить не может. И это и есть паразитическая часть этой цепочки. Что произошло за последние два месяца? Говоря языком Николая Валентиновича, коронавирус это эгрегориальная болезнь против паразитов. Была на время остановлена фабрика 21 века, основной потребитель нефти. Были, ну как бы заморожены туристические маршруты, некоторые люди высказали мне, ну при чем тут туризм, туризм тут ни при чем, но тем не менее самолеты и вообще авиаперелипоски, они потребляют значительное количество нефти и являются значительным фактором, влияющим на спрос на нефть. Начал понижаться спрос, начали прерываться определенные технологические цепочки. В мире наступил, по моему мнению, вполне управляемый коллапс в некоторой части экономических связей. И в этот момент вишенкой на торте происходит ход России, связанный с расрывом соглашения ОПЕК+. Что происходит? Силовым аспектом в мире реальная цена приведена к той цене, которой достаточно для нефтяных производителей. А спекулянты или паразиты вынуждены сейчас авральным способом как бы метаться, как бы перемещаться на другие рынки. Не только нефтяные, а и товарные, другие. Паразитов же много во всех пешевых цепочках. Так вот, я сегодня в результате долгого хождения вокруг этого вопроса ходил, думал, что происходит, как это все складывается. Прихожу к выводу, что коронавирус всего лишь навсего. Как сказал Николай Валентинович, эгрегориальная болезнь против паразитов. А если перейти на оперативный язык, это операция прикрытия или спусковой крючок, триггер, катализатор для того, чтобы дополнительными действиями убрать паразитов из пищевых цепочек человечества. Представляете себе, какая инфраструктура паразитов в мире царит и насколько они мешают нормальному развитию человечества. И слава Богу, что мировым элитам, мировым политикам, главам государств хватило времени, знаний, ресурсов и просто руки дошли до вот этой части, ну, этой спецоперации прикрытия. А что вы думаете по этому поводу? Напишите в комментариях.